всем привет давайте тогда немножко расскажу о себе меня зовут аня я художник как уже представила сначале и мы за этот прямой эфир нарисуем вот такую птичку извините если я не все время буду отвечать во первых потому что я буду рисовать а во вторых потому что у меня всего один телефон то есть я никуда больше не смотрю мне нет планшета чтобы ответить на какие-то вопросы иногда буду подглядывать в телефон но не постоянно так давайте тогда сейчас я еще может быть начали покажу вам какие-то свои работы немножко расскажу про предстоящий курс потому что у нас будет с вами курс на дудл и скетч и у нас будет четыре работы в курсе по животным тоже чтобы не быть голословным я сейчас покажу какие-то будут работы немножко из своих работ тоже в папке вот моя папка такие вот у меня животные очень люблю рисовать животных акварели вот волчок рысь такая то есть есть акварели разные техники это вот тех техника лисировок то есть когда мы от светлого тона идем к более темному накладывая постепенно вот по пятнам такие интересные всякие фактуры создавая то есть здесь не целиковые заливки у меня жирафчик хорошо ли меня видно хорошо ли меня слышно тоже всем привет всем вот машу надеюсь что хорошо это такая открытка маленькая птичка тоже маленькая птичка принципе вот акварельные открытки они на принтах практически неотличимо выглядят от самой акварели какие-то у меня здесь такие эти выкраски по цветам ботаника немножко пейзаж сюда затесался вот а вот собственно то что у нас будет на курсе весь мы будем рисовать с вами вот таких вот выбор вот такого вот кролика вот они прекрасны и кстати кролик посмотрите то есть вот это принт вот это вот оригинал ну как оригинал то есть вот вот у меня на самом деле кролику такой он уже уехал поэтому я распечатала принт а вот это вот работа она была сделана на самом мастер-классе то есть на видео немножечко отличается видите ну как бы две работы супер одинаковые они редко когда бывают так это вот у нас тоже такая сорока важная вышагивает я немножко переживаю хорошо ли меня слышно мы надеюсь что все хорошо да вы как-то тоже пишите комментируйте в принципе я так немножко не подглядываю все таки как бы что там происходит в тело в телефоне вот такой у нас будет еще на курсе попугай это упражнение хорошие и на текстуру то есть мы покажу как рисовать дерево можно да красиво да вот на сочетании цветов в том числе такие вот перышки есть вот это вот крупные какие-то птички такие отлично слышно хорошо я рано это тоже вот смотрите это принт да то есть такой принт акварельный а это оригинал вот это вот было на мастер-классе на видео я сняла вот такой вот небольшое видео она подойдет для новичков очень здесь как бы все несложно все быстро и весело такой вот иллюстративный котик ну а здесь вот такой тоже вариант с котиком так и большой попугай большой попугай мне вот очень нравится как кора нарисована как она получилась так что люблю рисовать птиц у меня было очень много птиц ну вот меня их недавно забрали купили то есть это заказ поэтому показываю что осталось еще вот очень люблю вот эту свою работу вот это вот у меня и на аватаре вы видели и еще люблю вот эту свою работу с котиками тоже она вот у меня есть и я ее нет не отдаю ник то есть у меня вот такой сианский котик есть и я очень люблю сианских котов очень люблю их рисовать и пляшущих тоже люблю рисовать и вот последнее что такие вот лисоньки у меня тоже есть снежные вот так что немножко мы с вами познакомились вы увидели какой-то процент маленький моих работ что я делаю и сегодня мы будем рисовать вот такую вот птичку это птичка называется как же она называется очень смешное название комичная темели если я не ошибаюсь она живет в африке южный еще где-то можете в википедии посмотреть очень она такая необычная пестрая яркая меня это привлекло и значит мы ее будем рисовать с вами сегодня от и до я немножечко сделала совсем легкий карандашный набросок уже но его нужно до уточнить советую вам тоже как бы сейчас тогда начинает с того что намете вот расстояние извините расстояние какие у вас будут вот сперху там сбоку до снизу соответственно то есть чтобы у вас голова например композиционно не упиралась про листа и начнем да начнем тогда то есть я сейчас чуть-чуть уточняю рисунок даже когда вот вы нарисовали уже какие-то массы до основные то есть вот наметили что здесь вот у вас начинается голова здесь вот у вас будет клюв и кстати обратите внимание тоже что важно не делайте очень сильного карандашного рисунка то есть прям чтоб сильно это выделялось это делать не нужно потому что карандаш в некоторых техниках это хорошо когда он как бы достаточно ярко до виден карандаш то есть там штриховку вот лесика поплавская если не ошибаюсь она под свои портреты делает достаточно мощный мощный такую карандашную штриховку набросок то есть это зависит от скажем так выбранной техники но если вы хотите чтобы у вас было прозрачненько все красиво да то есть чтобы карандаша не было видно чтобы было легко то не делайте его так жирно слегка и здесь вот что важно намечаем значит по пятнам сейчас то есть у нас вот вот как бы здесь вот границы цвета до граничит здесь границы цвета здесь границы цвета то есть вот эти вот все места легонечко можно обозначить именно где у нас граничит все с чем вот сейчас я этим и занимаюсь то есть немножко можно уточнить форма но не сильно в принципе здесь несложный рисунок в общем-то птичка она не сильно тут такая очень сложно она интересная по цвету да но не такая как бы очень-очень сложная так значит мы сейчас делаем вот не кстати странно вот эти вот когда бывают там запрос на участие в прямом эфире что это значит это значит что типа кто-то тоже появляется камера вторая или как это происходит ну наверное пусть я смотрю что здесь что-то есть там смотрите кстати референс он находится в посте с изображением да то есть фотография так что обязательно имейте его перед собой я ему поставила у себя вот перед глазами тоже чтобы видеть уточняем чуть-чуть лапу то есть какие-то вот эти вот моменты их нужно немножко уточнить немножко конкретизировать и смотрите значит здесь еще что важно это теневые участки а вижу да мне ответили до акварель да я рисую акварелью да извините еще раз повторюсь у меня просто один телефон поэтому я могу отвечать как бы не сразу и не всем и ну и смотрите значит здесь у нас теневые участки то на что надо обратить внимание тоже когда будет рисовать вот даже не теневые а по тону да по тону разберем то есть самое темное у нас голова логично до черный практически цвет но даже вот в этой вот пестрой яркой части есть свои тени тень под крылом это нам даст объем тень вот здесь вот это нам тоже даст какой-то объем под перьями немножко покажем тень нужно в принципе я буду немножечко стилизовать стилизовать эту работу то есть у меня будет скорее не не точная копия да там такое что-то немножко по цвету поживее может быть даже бы интереснее так немножко наметили вот это направление до перьев то есть то как они идут здесь вот этими линиями так и внизу тоже у нас есть вот эта вот часть красненькая которая здесь уходит и можно тоже показать используя кстати механический карандаш он тонкие линии дает для акварели это вот самое но в общем то чтобы были линии потоньше лучше полегче но в принципе этого достаточно мы можем начинать уже тогда сам рисунок какая бумага какой бумагой вы пользуетесь я пользуюсь здесь пользуюсь здесь у меня арш 300 грамм хлопок принципе я рисую на хлопковой бумаги как-то в основном 300 грамм ну что ж начнем значит в акварели идут от светлого к темному и в принципе здесь мы будем работать такими целиковыми заливками тоже идти от светлого к темным значит мы сейчас будем с вами делать вот вот это пятно вот это пятно да плавно переходящие вот сюда может быть даже вот мог все сразу вот эту вот часть делаем то есть будем работать фрагментарно давайте тогда сделаем начале вот это нет начали вот это вот пятно потом мы сделаем вот это пятно так но начинаем смачиваем поверхность водой в принципе достаточно много надо воды и я беру для этого белку то есть если вы возьмете кисть с натуральным ворсом то у вас будет больше она берет больше воды да и проще смочить бумагу в принципе белка ну как бы или синтетика тоже исправляются сейчас очень хорошие синтетические кисти но я уж к чему привыкла к тому привыкла так что сейчас мы вот так хорошо все смачиваем достаточно интенсивно кстати я вот решила поставить вот так вот камеру то есть боком все-таки потому что если ее ставить иначе прям что-то совсем неудобно так и вы знаете что да мы пойдем вот сделаем вот это перо тоже то есть мы оставляем только вот эту желтую часть видно на вот эту желтую сухим так что пока что мы смачиваем вот эту часть как следует смочили и берем маленькую кисть это у меня белка микс она с острым кончиком я сейчас не знаю я возьму побольше или поменьше посмотрим и начинаем вводить цвет можно начать такого желтого потеплее есть по мокрому работой оставляем вот эту сухую поверхность которая у нас для темных более мест и добавляем цвет пока что таким вот образом я внимательно смотрю чтобы как бы как у меня сейчас будут смешиваться цвета потому что здесь пойдет сейчас красивый такой градиент следите за границами тоже чтобы они были четкие но по крайней мере в моем типе рисунка я делаю границы четкими то есть кто-то там в акварели их размывает красивый тогда я их стараюсь делать четкими сюда я добавляю чуть-чуть красненького бог сразу можно кстати но вот этом моменте уже показать какие-то выходящие волоски сюда немножко потянули этого красного на самом деле я люблю работать медленно но так как у нас здесь в рамках такой прямой трансляции и это будет такой немножечко экспресс вариант вот так я люблю достаточно медитативно и медленно все это делать можно еще сюда чуть-чуть красного еще учитывайте что акварель при высыхании она будет слабее то есть бледнее так и поехали дальше у нас такой идет голубоватый но я думаю ради разнообразия смешать его с бирюзовым то есть у меня это кобальт и бирюзовый и получается сейчас такой как бы он в принципе в смеси даст зеленоватый мне еще чуть-чуть более зеленоватый немножко мягкая граница получается поскольку бумага была смочена да на youtube собираются залить так что я думаю что конечно будет смонтированное видео так и идем дальше добавляем по мокрому еще цвета можно еще добавить синенького то есть на самом деле здесь важно то что бумага была смочена и да и у меня есть этот запас по времени спокойно все более менее сделать так вот здесь вот я думаю мне бы пригодился индиго под конец потому что здесь потемнее вот эта часть и можно потемнее добавить такого цвета детализировать перья будем чуть-чуть попозже на самом деле можно детализировать как бы разделять перья уже на начальном этапе но поскольку у нас сейчас поскольку у нас сейчас с вами такой немножко экспресс вариант мы не детализируем прямо все я смешиваю сейчас кстати бирюзовый и зеленый немножко и иду вниз дальше смотрю на светлоту смотрю что здесь у меня может быть даже посветлее чуть чуть можно там взять цвета больше желтого не беру больше желтого и идем сюда дальше аккуратно граница смотрим чтобы были ровненькие да то есть доводите смотрите ну обращайте просто просто напросто обращайте на это внимание так чтобы границы были почетче так вот здесь добавляю сразу потемнее немножко цвета и доходим вот сюда у нас тоже может быть такой чуть-чуть желтого ты здесь можно добавить индиго какого-нибудь он смешается желтом и даст такой немножко сероватый темный оттенок который нам нужен так вот такой вот цельную заливку на первом этапе мы с вами сделали и это лучше действительно делать одним махом и достаточно быстро потому что если если тянуть с ней да то начнутся вот эти вот не самые красивые затертости поэтому это надо делать вот раз пошли сделали за один за один момент теперь мы делаем вот эту вот часть его верхнюю в принципе она сливается с клювом то есть такой вот желтый но вот здесь чуть-чуть немножко беленького есть так и сейчас мы это будем показывать для этого я возьму принципе можно этой кистью работать можно взять немножко кисть поменьше берем эту кисть я замешиваю такой желтый я на самом деле сейчас пользуюсь не лимонным до желтым акадмии кадмий желтый потому что лимонный желтый он холодный я немножко хочу теплого оттенка так и можно в принципе просто здесь небольшое такое небольшое пространство поэтому можно по сухому сразу намечаю но воды в кисточке у меня достаточно много потому что если вы сухую кисть возьмете у вас все быстро высохнет вы не не успеете протереть особо никаких этих моментов все будет так тяжело и сейчас мне надо протереть у клюва сверху у него посветлее вот эти части чуть-чуть протрем вот эти части немножечко и так и можно даже вот сюда найти немножко протереть но надо добавить цвета добавим цвет это возьмем камень красный пока поверхность влажная можно вмешать его вот сюда и делать чуть чуть потемнее эту часть так делаем потемнее что сюда немножко вмешиваю оставляю на данный момент так и сейчас мы с вами можем пожалуй перейти на какие-нибудь сейчас я думаю участки какие мы можем затронуть чтобы ну вот глаз например в принципе я рисую глаза в два захода даже может в три на самом деле нижнюю часть да то есть как бы на самом деле в три слоя не имею чтобы показать объем я использую серую пейну сейчас и может быть немножко инзина добавлю в этот цвет получается смотреть такой как бы оттенок достаточно жидкий и темный кошачьи волосы тут и мы добавляем вот этот жидкий темный оттенок на весь класс в принципе на блик не обращайте внимание важно то что у вас сейчас этот цвет не самый темный потому что во вторым слоем будем прокрывать уже темнее глаз оставляя какие-то участки нетронутыми таким образом мы покажем блик то есть понятно что там будет блик еще такой прям белилами мы поставим беленький но помимо этого есть еще такое отражение света которое не чисто белая и это делается разными способами можно просто вот лисировками как я можно там сразу так что вариантов много так идем теперь дальше я думаю в принципе чтобы не использовать фен сейчас может быть не шуметь хотя возможно я все равно буду шуметь потом поиспользую в принципе мы можем сейчас сделать дерево и сейчас мы берем чистую воду проходимся здесь чистой водой достаточно много воды и с запасом смачиваем то есть можно даже но не до краев но приблизительно до краев смочить на не заходим на его когти еще не когти вот есть пальцы пальцы еще курс у меня выйдет кстати получается не на этой неделе но на следующий точно должен уже появиться так что присоединяйтесь будем рисовать животных так и сейчас я беру кисточку с острым кончиком так удобнее по границам тоже смотреть и буду экспериментировать то есть я не копирую то что здесь по цвету я буду придумывать что-то другое и добавляем сейчас какого-нибудь цвета можно зеленого какую-то комбинацию сейчас будет у меня здесь соответственно тоже эти цветами сейчас добавлю то есть у меня будет такой наверное шестой шестая такая леточка как будто с чем-то зеленым таким и сверху я ее делаю немножечко потемнее снизу она мне будет посветлее опять же слежу с границами чтобы они были более-менее у меня чутки сюда входим и давайте добавим еще сюда какого-нибудь такого свекольного для интереса но учитываем что у нас глава глава главный как бы в этой всей истории это вот этот вот персонаж веточка у нас не должна очень сильно быть как бы прорисованы да то есть прямо в деталях или же быть очень какой-то яркой то есть она так для фона для фона но можно сделать так тоже изящно и коричневого какого-нибудь добавлю это может быть какая-то сиена жженая до движение видите вот такие то есть горизонтально по по как бы я имитирую кору немножко движение здесь аккуратно этот хвост люблю вообще когда в рисунке есть ну какая-то и вы говорили и аккуратность и вместе с тем такая легкость то есть это мне очень импонирует конечно мне нравится и работы которые по сырому бывают такие экспрессивные красивые ну каждого своя манера каждый художник потом к своему чему-то приходит в этом смысле можно кстати сюда добавить даже фиолетового вот всю смесь в принципе на немножко то есть пока она не высохла можно чуть-чуть еще что-то такое сделать слегка для разнообразия таких чуть чуть линий и сейчас тоже кстати можно взять пожалуй желтый желтенького сюда покопать главное сейчас на птицу мне не попасть и скорее всего попаду я ее прикрою так пока она мокраем чуть-чуть окопали и отсюда можно убрать сейчас кстати еще можно тоже кое-что такое интересное сделать то есть фактуру и коры можно поиграть можете сделать всякие такие штучки живые на вот это всегда выглядит очень выигрышно какие-то такие моменты еще хочу добавить сюда помельче желтых они то какие-то крупные были капли и кстати берем чистую воду сейчас уже чуть-чуть у меня в бумагу впиталась вот это вот вся история и просто чистой водой можно парочку таких каких-то капелек добавить слегка тоже поиграть таким образом с этой фактурой разнообразить ее немножко так все уже здесь тоже лучше не увлекаться не перегружать всю эту тему потом мы еще немножечко добавим здесь фактуры работы на данный момент хватит так смотрю что здесь происходит но она вроде бы как будто бы подсохла вот эта часть и мы сейчас сделаем вот этот кусочек светленький это такой голубоватый но он кстати где-то он более голубой где-то он такой немножечко с примесью других оттенков где-то он потемнее где-то он посветлее и сейчас мы это все тоже покажем сюда добавляем воды начали в этот участок небольшой светлый добавили берем такой вот все нет у меня кого это оттенок и я добавляю его пока что в темные участки которые чуть чуть темнее так я его добавила сюда красиво растекается и мы можем еще добавить сюда немножко бирюзового чуть-чуть то есть все это на самом деле тоже красиво когда вы пусть даже там берете фотографию да но придумываете свои какие-то цвета не нужно прямо один в один копировать с фото до особенно в акварелью потому что у нас есть много возможностей сделать работу даже поживописнее поинтереснее вот сюда вот вниз я чуть-чуть добавляю индиго то есть чуть-чуть потемнее делаю вот эту вот нижнюю часть слегка и у меня получается такой мягкий край достаточно того что у меня смоченная поверхность была вот это вот и хочется мне сделать чуть-чуть интенсивнее по цвету нужно еще немножко добавить синенького сюда ну как то так лучше во время остановиться еще чуть-чуть все и поехали дальше работаем дальше у нас сейчас вот более-менее не то чтобы идеально но хоть как-то не знаю на самом деле просто вот я боюсь сейчас зайду сюда и ну все растечется куда бы нам можно было сейчас деться пожалуй пока никуда поэтому я сейчас возьму пену посушу это все мы приступим к работе дальше а 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 так вроде бы подсушили вы тоже можете подсушить в принципе когда нам нужно чтобы у нас границы были четкие до чтобы там не пошла краска не слилась то лучше использовать фен чтобы там не сидеть не ждать до давайте сейчас тогда мы сделаем ему крыло вот это соответственно здесь в принципе можно тоже на смочить водой на самом деле варианта 2 то есть либо мы смачиваем водой фрагмент да и более спокойно может быть медленно работаем или у вас в кисточке уже много воды вы конкретно точно знаете какие цвета вы будете брать и тогда все это тоже может работать то есть тоже у вас будет мягкий переход но когда человек начинающий в акварели это достаточно сложно сразу да вот сразу смаху делать сходу точнее такие вещи поэтому можно себя обезопасить просто вот смочив водой поверхность кусочек и дальше уже в него добавлять цвет берем сейчас такой вот я хочу мариновый уже взять немножко можно смешать с кадмий такой красный насыщенний и добавляем его это у нас можно не стесняться уже яркости этого цвета добавляем вот этот достаточно активный оттенок здесь у нас пойдет уже желтое крыло такое но желтовато это уж такого же оттенка как собственно у нас вот эта часть приблизительно тоже беру кадмий так чуть-чуть задела кадмий желтый и добавляем его в эту часть пока что не смешивая с красным там где у нас осталось белая поверхность а сейчас как раз кстати я все время промакиваю кисточку в салфетку тоже не забывайте это делать особенно сейчас вот мы работаем по сырому можно сказать да и нам важно чтобы у нас не было много воды в кисточке у нас и так бумага достаточно сильно смочена нам это не нужно я добавляю сюда вот этого телка смешиваю их плавный переход получается такой то есть у меня сейчас красненький вот этот смешался желтым красиво получилось сюда еще чуть-чуть добавить можно добавить сюда например сразу в теневую часть немножечко такого потемнее красному то есть все время обращайте внимание где темнее где светлее на рисунки да это все нам пригодится потом чтобы все вместе выглядело красиво давайте сделаем нижнюю часть клюва она тоже такая желтая светлая и мы делаем такой клювик пол светлее вначале просто кадмий я оставляю вот эту вот как бы полосочку светлую пока мест и добавляю вниз немножечко кадмия красного опять же кисточка с острым кончиком я все время промакиваю салфетку то есть посмотрите чтобы у вас вот не было на кисточке сейчас очень много воды они того плюхнули бы воду у вас бы она все будет сейчас растеклось не было бы вот тон тоненькой вот этой границы было бы мешанина цвета так сделали и сейчас мы с вами и еще и думаю что мы сейчас можем сделать мы могли бы сделать вот эту часть но пока у меня вот это мокрое сделаем глаз с глазом у нас есть как я говорил мы сделали сейчас такую подложку посветлее то есть это самый светлый оттенок ну давайте сейчас мы сделаем ему зрачок зрачок для зрачка кисточка синтетика с тоже с острым кончиком под поменьше потоньше ну и достаточно жирно берем какой-нибудь там свет вроде серый пейни допустим серый пейни да и какого-нибудь там фиолетового то есть вы можете конечно взять и просто черный но смотрите если вы можете намешать какой-то цвет темный из того что у вас есть на палитре там коричневый смешать с синим это побогаче будет выглядеть и пока что я не обращаю внимание на конкретно вот блик но немножко оставляю пространство где у меня точнее я имею ввиду что я не обращаю внимание на белый вот этот вот белую точечку которая как блик да но на отражение я внимание обращаю то есть сейчас у меня такая история мы обозначили пока что темный зрачок можно окантовку сразу провести в глаза старайтесь делать это аккуратно я уже понимаю что я наверное не уложусь за час так посмотрим да за час я уже не укладываюсь наверное но надеюсь я вернусь на вторую точечку закончить так и то есть это не до конца сделанный глаз это его такая вот нижняя сейчас наоборот потом вот у нас самый светлый тон до у глаза сейчас то он потемнее самый темный точнее даже но потом мы добавим уже среднего и смешаем это все и сейчас давайте тогда вернемся у меня здесь не очень подсохла на лапке вот на лапке значит с лапками у нас такой получается цвет можно взять голубовато зеленоватый почему бы и нет или же даже больше голубоватый чтобы был серый можно смешать голубой и коричневый сиену будет такой немножечко сероватый оттенок но я хочу сделать так он достаточно светлый так что воды в кисточке много и сейчас мы берем такой желтый и ведем его вниз добавляем в эту всю историю сейчас карме пока не поздно но по центру где-то и протертой кистью потому что это по суровому то есть мне не надо чтобы у меня прям везде эта краска размешалась здесь кстати тоже учитывайте что так как это сейчас формат все-таки онлайн трансляции конечно я может быть более быстро что-то делаю до меньше объясняю когда это будет видео которые выйдут там естественно было проведено больше работы по монтажу и так далее поэтому все будет более медленно в спокойном темпе и вам будет возможно удобнее и понятнее все так и чуть-чуть здесь я немножко перейму хочу показать высветлить немного сейчас мы вернемся вот сюда я просто смешаю желтые камни немножко в акварели тоже кстати имейте ввиду что если вы сделали очень темный цвет то потом вывести его в светлое сложнее да ну как бы логично поэтому лучше на самом деле делать даже посветлее особенно если вы работаете на хлопке потому что хлопок вам это все простит то есть на хлопке вы можете делать много подходов и по мокрому да и по сухому у вас бумага не скатается так что если вы работаете так то на хлопке то можно ацелиоза в принципе то же самое но с одним таким моментом что да там как бы нету такого большого люфта по времени то есть она во первых быстро сохнет быстрее да во вторых нельзя много слоев укладывать то есть если вам нужен темный до какой-то цвет то лучше сразу положить то есть лучше как-то сразу это все сделать зато она дисциплинирует человек знает что у него один шанс скажем так и здесь у нас высохла давайте сделаем вот этот темный темный кусочек до смачиваем водой начали вот эту часть в принципе оставляю я вот эту вот радужку у глаза потому что она посветлее будет там будет такая серая пейна в принципе можно было допустим вообще-то уже прокрыть как-то я этот момент пустила но главное сейчас не заходить на него воду и аккуратно работать то есть я имею ввиду вот эту вот часть она видите вокруг глаза посветлее немножко и для вот этого цвета я замешиваю темного можно замешать серую пейну мне хочется вот фиолетовый какой-то вот серый пейны побольше может быть даже коричневый то есть вот чисто брать черный он глухо смотрится он смотрится немножечко но не хочу сказать примитивно да но не очень хорошо то есть как бы данной ситуации нужно какая-то вибрация такая все цвета это всегда покрасивее выглядит так давайте сейчас мы сделаем здесь потемнее вот эту часть остались наверно со мной только самые стойкие люди потому что я рисую не быстро честно говоря вот я знаю что есть художники не знаю как вот они гордятся точно или нет мне кажется да то есть кто-то говорит так я я быстро рисую то есть с какой-то гордостью и что вот так вот и надо но не все то есть есть те кто рисует быстро но как-то спокойно относится здесь на самом деле от техники зависит тоже ну что какие-то и сложные работы такие более детализированные особенно которые ну быстро ну но никак ты не делаешь ну как бы вот совсем как ты там не старайся но когда тебе надо в акварели высушить слоев 10 да ну не 10 ладно у слоя 3 ты потом там детализировать все еще много-много раз то конечно быстро это не сделаешь так соответственно я смотрю сейчас вот как бы вот эти вот какие-то выходящие волоски потом направление вот этого темного темной части слегка скорректировала и сейчас мы прокрашиваем как будут по мокрому в принципе все этим цветом можно сразу дать каких-то выходящих волосков пока мокрая потому что если высохнет они будут как прилепленные смотреться показали можно еще даже сюда чуть-чуть завести здесь как-то она так идет такие ну как-то так и сейчас сюда же можно добавить потемнее участков то есть вокруг там где посветлее мы оставляем посветлее там где потемнее мы сейчас дадим еще цвета пока у нас мокрые промакиваем кисть смотрите там где потемнее вот в этой части цвет на референсе да то есть это вот в этом месте рядом с глазом я бы потом туда даже еще вернулась чтобы сделать потемнее вот этот участок не сюда идем потемнее делаем здесь то есть чтобы заливка не было такой плоской слегка сразу намечаем темные части по мокрому то есть у нас все растекается все как бы плавно идет здесь мне хочется чтобы кстати было помягче границы ее можно и по сухому смочить внизу будет править наверное да по сухому сделал так смотрим что у нас глаза глаз можно тоже сейчас сделать потемнее вот этот средний оттенок положить то есть это коричневый да все то же самое что мы сейчас делали практически вот здесь те же оттенки прозрачно я покрываю его весь в общем то может быть кроме вот этой части хотя бог с ней я сейчас думаю что может быть это не страшно сейчас мы ее тоже прокроем и белилами потом сделаем такой участок так не переживайте что он сейчас так целиком слишком выглядит то есть такой темный до подсохли и таким не будет сейчас просто очень много воды здесь и давайте пойдем дальше дальше у нас вниз вниз это у нас вот этот вот перо для его так что здесь происходит можно взять тоже вначале смочить водой наверное да начали смочить водой будет проще и поехали берем красненький такой по интенсивнее по интенсивнее вот как вот этот цвет да и добавляем аккуратно в эту смоченую поверхность следим за границами как я говорила тоже чтобы оно было аккуратно поехали ниже так и сейчас мы сделаем с вами такой переход в синий но поскольку я сейчас просто как бы упрощаю вообще все так я бы возможно сделала по частям начале вот эта часть потом вот эту и потом синий но это у нас экспресс вариант прямой трансляции немножко уже заливаю штатив извините за звук а кисть с длинной длинной рукоятью так получается так добавляем синий еще сюда потом когда вот это вот вся история у нас подсохнет мы будем уже немножко детализировать вот эти тени на перьях это их сразу как бы выдвинет на такой первый план потому что сейчас они слегка такие обобщенные слишком обобщенные нам нужно будет их по уточнять так и давайте добавим желтого сюда желтенький вот в этот кусочек крайне тоже об салфетку я вытирала есть начали чтобы она не дала много воды много развода все время все время протираете вам этого не видно что я это делаю чуть-чуть цвета добавить так может даже сюда ради интереса на самом деле чем у нас живее выглядит внутри цвет заливки тем это лучше здесь тоже есть какие-то вот посветлее фрагменты какие-то потемнее но мы это насколько смогли настолько сымитировали а потом уже добавим этих всех потемнее можно в крае вот здесь чуть-чуть индии гадать потому что там я вижу чуть-чуть потемнее заливка так замечательно и здесь сейчас смотрю насколько бумага у меня еще терпит но так скрипя ну вроде бы терпит можно еще сейчас добавить теневое участок вот здесь под хвостом тоже протертой кистью чтобы не дало сильного развода здесь потемнее момент но может мы потом уже по сухому добавим слегка притемнем это у меня такой свекольный оттенок который еще сюда добавил и еще немножко желтенького край слегка и надо уняться уже не так чувствую уняться стали остановиться она смысле имею ввиду что с хвостом поехали дальше сейчас мы смотрим что у нас вообще как основные заливки могут сделали да то есть такие базовые скажем кроме глаза правда здесь можно будет тоже сделать и мы можем уже переходить на смотреть что нам нравится что нам не нравится что можно добавить и переходить к деталям я сейчас чуть-чуть послушал чтобы не вляпаться в хвост и спокойно уже совсем по деталям работать все теперь давайте сделаем ему вот здесь вот у глаза потемнее радужку даже а это не радужка это окантовка получается то что она не белая но она потемнее на самом деле там есть даже какой-то такой синеватый оттенок то есть можно чуть-чуть синего вот и все добавить пока можно смешать цвета так замечательно и на внутреннюю часть тоже этот цвет мы добавим чтобы наша элисировка взялась так едем дальше значит я бы если бы это была не рамка прямых трансляций я бы усилила бы по цвету вот эти вот части все но в общем то не будем тогда на это сильно сейчас время тратить начнем уже детализировать перья как видите здесь у перьев есть более темные участки вот как линии да выглядит мы сейчас покажем для этого я беру тонкую кисточку с острым кончиком смешиваю синий допустим фиолетовый достаточно тонко разворачиваю планшет так чтобы не было удобно проводить эти линии на самом деле как неудобно так то есть не совсем не полностью разворачивать и начинаем старайтесь чтобы у вас рука не дрожала то есть одним махом проводим эту линию не трясемся у меня все-таки получилось два часа не один так что сейчас мы продолжим и скоро уже близимся мы до близимся к концу значит сейчас у нас вот эта часть достаточно грубую примитивная что-то наметила и давайте перейдем уже нижней части перышек внизу у нас здесь тоже есть вот эти перья мы сейчас покажем если вам нужно то верните карандашный рисунок чтобы иметь больше скажем времени но спокойней это сделать эти линии не угадать где они там находятся я размываю вот эту нижнюю часть линию чтобы она дала тень и не было такой четкой то есть она будет четкая с одной стороны с другой стороны она размытая здесь тоже у нас сюда линия идет еще как-то потемнее сделать здесь есть тень можно ее сразу показать всем привет кто присоединился здесь тоже на самом деле нам еще нужно будет проработать светлый участок в моей технике все-таки не так все это быстро происходит то есть нужно потратить все-таки часа три хорошего на такой вот хороший на рисунок чтобы получилось красиво по-хорошему вот но в принципе можно и не по-хорошему можно по-всякому я эту птицу кстати не рисовала до этого то есть я просто взяла и на прямой эфир такой экспромт эксперимент получился то есть сейчас мы делаем просто тени где-то усиливая их тени на перьях создавая таким образом объем у них сейчас они плоские они выглядят как такая целая заливка единая а сейчас можно немножечко их детализировать и здесь вот верхние перья тоже можно детализировать вот на этом хвосте у них как-то идет сюда какой-то цвет кисточки у меня много воды и я размываю границу то есть я наметила линию да и с одной стороны этой линии я размываю и и таким образом у меня получается с с одной стороны линия четкая с другой стороны она размываю и это как бы дает такой эффект тени так что здесь еще можно так можно будет еще добавить вот этого желтого но не сейчас здесь мне хочется еще немножко как-то затемнить вот этот переход это перо здесь какая-то большая тень на самом деле между перьями крупные здесь они как-то поменьше здесь они как-то поменьше здесь они как-то поменьше и такой бордовый тоже надо добавить сливка тоже беру кисть и размываю немножко границу если оставить да так будет немножко привет очень 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 декоративно прилеплено так поехали дальше значит дальше у нас можно сделать ему теневые части пожалуй вот здесь поработать с этим местом потому что здесь есть какие-то теневые моменты типа типа тени под перьями такой зеленовато коричневый и я размываю эту тень точнее тень под крылом это вот как это можно назвать точнее тень под крылом и эта тень она тянется на самом деле вот сюда здесь можно тоже ее дать даже добавить в эту тень чуть-чуть синего здесь потому что синий с красным он дает фиолетовый синий в тенях в данной ситуации будет хорошо такой фиолетовый но не зеленый потому что зеленый нам сюда бы дал грязно-коричневый эффект ненужный так и можно еще чуть-чуть вниз вот этой тени дать сюда каких-то таких волосков лисеровкой показать что здесь оно потемнее поехали дальше смотрим значит у нас получается что вот здесь можно чуть-чуть добавить потемнее то есть я уже сейчас смотрю на то что можно слегка как бы дотянуть лучше да здесь границу чуть-чуть размываю добавляю уже какого-то интереса и тона в эти все заливки здесь границу верхнюю размываю нижнюю оставляю и добавляем вот здесь вот на низ тоже тут у него крыло на самом деле крепится вот как-то так здесь тоже чуть-чуть потемнее вот эта часть тоже обязательно промакивайте салфетку когда все это делаете 10 перетянули потенок немножко он делаю пока она еще мокрая это можно сделать так 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 сейчас мы сделаем еще что-то красивое мне хочется сделать совместить вот эту часть с этой 222 вот плейсировка еще с этой совмещу но чуть чуть попозже пусть подсохнет и мы в принципе уже двигаемся к концу сейчас остаются какие-то детальки небольшие сравнительно с лапами в принципе тоже можно сделать какие-то теневые акценты но не сильно на самом деле лапы как бы это такая тема не сильно их надо прорабатывать это не нужно здесь теперь покажу что можно сделать с деревом чтобы сделать его еще больше похожим на дерево делаем чистая синтетическая кисточка я немножечко протираю какие-то линии полосочки то есть это создает такую фактуру коры дополнительную и можно будет еще потом можно было бы да поработать но пока что такой экспресс сколько раз я уже это сказала экспресс вариант вот так вот протерли но здесь можно и не трогать так под лапками у него в принципе тень показана на коре но можно еще показать слегка лессировкой то есть это даст нам ощущение того что действительно цепляется когтями за кору можно тоненький парочку так 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 давайте теперь ему сделаем блик на глазе пожалуй можно к этому уже перейти для этого я использую белила и мы сделаем ему сразу и такой рефлекс да и блик тоненькой кисточкой замешали вначале прозрачно достаточно то есть я хочу вначале сделать ему вот эту вот прозрачную часть а потом прям вот беленьким так точечку поставить в виде такого блечка на глазе сейчас пока что так ну то есть можно было на самом деле и протереть два варианта да то есть протереть или вот я имею ввиду вот эту вот часть или можно было так теперь вот смотрите еще можно немножечко добавить каких-то таких волосков выходящих это сразу тоже оживляет работу клюв у него кстати здесь тоже выходит на эту темную часть и можно было опять же или протереть или гуашью но я сейчас чуть-чуть тороплюсь поэтому как-то уж у меня в руке гуашь кисти и я решила так не экспериментировать с протиранием потому что на самом деле протирать иногда работает это иногда не очень работает протирать я имею ввиду как на вот этих вот моментах так что я хотела здесь я хотела сделать такую заливку но мне это не помешает чуть-чуть тоже можно дать вот этих волосочков чуть-чуть пока у меня гуашь еще есть и кисточка то есть это слегка как-то разбить эту границу сделать ее поинтересней можно немножечко так и давайте тоже вот здесь вот внизу вот здесь мы тоже можем какие-то вот эти перья нет вначале я хочу сделать рисировку потом здесь так это бог с ним оставим но вот здесь можно сейчас тоже слегка показать белилами какие-то части которые должны быть посветлее то есть отделить да опять же можно было протереть в принципе никто не препятствует иногда это очень красиво выглядит но сейчас мы немножко побыстрее работаем что-то я повторяюсь так и сюда тоже мы идем делаем светлую часть так 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 сейчас я хотела сделать блик на глазе наверное такой а еще здесь можно было бы каких-то но я думаю темные скорее лучше потом глазки сделать блик на глазе мы делаем с помощью белил тоже белила используем и мы сейчас покажем его так давайте покажем его просто такая белая точечка может быть даже две все здесь еще хочется мне парочку таких волосочков выходящих когда рисуете волоски то тоже делайте их как-то вот в разные стороны разные направления у них все-таки чтобы они так вот выглядели сейчас мне хочется немножечко слить чтобы не была такая жесткая граница вот эту часть с этой и я сейчас лисерну все это таким может быть даже лимонным не желтым хотя смешаю в общем лимонный желтый и камень и прям вот по всей этой поверхности я прохожу с этим цветом и дальше иду в такой синий так потемнее я теперь я кисть чуть-чуть промокнула и размываю границу и здесь тоже сейчас размываю границу чистая кисть так ну вроде бы они чуть-чуть слились теперь эти части более-менее можно еще чуть-чуть здесь подсушить и сделать каких-то перышек раз уж у меня еще чуть-чуть есть времени в эфире меня никто не прогоняет то мы доделаем до такого какого-то этапа так сейчас подкушим чуть-чуть здесь доделаем и можно будет заканчивать доделаем и Так, я хочу сейчас еще немножко сделать таких перьев, как бы теневой части, слегка намечу здесь их, здесь такое темное, то есть показать, что они и есть. Размываем немножко границы, где можно. Так, все, как будто бы сразу появился чуть-чуть объем. За вот этой лапой у нас немножко потемнеет часть. Вот это вот я потеряла. Так, 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 я хотела сделать немного здесь сверху перьев, позже возьму белила и мы покажем их немножко. То есть такой тоненькой кисточкой слегка вот эти вот моменты можно показать, как они идут. Вы можете на самом деле взять тоже карандашом, вначале все это дело наметить, чтобы не было каких-то таких ошибок ненужных. На самом деле здесь, кстати, белила, их тоже можно размывать, то есть вы наметили такую линию, да, но они, как акварель, могут слегка тушеваться тоже. То есть это возможно, имейте это в виду. И я хочу сейчас еще чуть-чуть здесь протереть какие-то моменты и можно заканчивать. вот здесь как бы посветлее части. На самом деле здесь желтый чуть-чуть, но мы так просто свет вам покажем. Так, вот эта граница помягче. Здесь у нас получается на этих вот перьях тоже слегка они посветлее. Тоже синтетическая кисточка у меня сейчас. И чистая салфетка. Кисточку синтетическую чуть-чуть в воде я поласкиваю. Так, и сюда мы немножко идем. Вот, здесь тоже, кстати, можно чуть-чуть, опять же, белила эти убрать лишние, потому что как-то они слегка прилепленные смотрятся. Тоже чистая вода, синтетическая кисть. И промакиваем. Какие-то моменты можно просто так вот таким образом слегка смягчить, во-первых, да, и высветлить. И еще и к тому же это дает нам, ну, опять же, объем, потому что где-то мы его потеряли из-за того, что у нас светлые части пропали. Темные, допустим, есть, да, а светлые пропали части. То есть, можно хотя бы слегка это вывести обратно. Так, хотя бы немножко. Ну, грубо говоря, вот такая вот у нас птичка получилась. Это очень такой, скажем, быстрый-быстрый вариант того, как можно нарисовать птичку такого типа, да. На самом деле, мы могли бы и помедленнее, может быть, да, где-то и повдумчивее чуть-чуть. Вот, в моих видеоуроках все будет более спокойно, более медленно. Вот, мы будем разбирать все прям детали, да. И думаю, что вам будет и интересно, и очень даже продуктивно. Здесь еще немножко каких-то моментов я как-то показываю. Здесь еще, на самом деле, я бы работала и работала, поэтому как бы мне надо останавливать, мне надо заканчивать, а не то слишком поздно будет уже. Так, все, давайте тогда заканчиваем. Так, все. Так, все. Субтитры создавал DimaTorzok